Мы на месте. Пора возвращаться. Подождите, но вы ведь еще не все рассказали. Например, что это за странное создание? Да, это же утка. Газетная утка. Ты что, не слышал такое? Нет. А что это за странная птица? Наверное, каждый слышал, что высосанная из пальца ложная информация именуется газетной уткой. Так спросим же у нее, чем провелилась эта кроткая птица? Мое начало надо искать в 17 веке Германии. Тогда газетчики, считавшие себя добропорядочными людьми, после сомнительных известий, ставили пометку из двух букв НТ, что означало НОНТЕСТАТУРННО. НОНТЕСТАТУРННО. Какое отношение к эти буквы НТ? Ну как же, ведь мое имя НТ в переводе с немецкого означает ЛУТКЕ. С тобой, наверное, происходило много забавных случаев. О, да. Вновь завершалось вот такое сообщение. На территории графства Доксис рождено дитя о двух головах и шестым пальцем подле мизинцев. Но самая знаменитая моя родственница вылетела в 1357 году из бандера-редактора Нью-Йорк-самбла. Тогда известный британский астроном отправился в Южную Африку для наблюдения Луны. Ученый еще не успел распаковать свои вещи, как в газетах появились первые сообщения, что появился новый телескоп, самый мощный из всех ранее созданных, и позволил ученому рассмотреть Луну, как на ладони. И ученый первого в мире увидел ее обитателей Селентинов. Так это что? Бывали случаи, когда утки вылупливались, ну, рождались сами собой? Это как? Однажды было это в Америке, ну, еще перед Второй мировой войной, когда о телевизорах люди еще и не слышали. По радио передавали инсценировку фантастического романа Герберта Уэллса, ну, «Война миров». «О нашествии марсиан на Землю!» Перед началом боев слушатели ознакомились с вымышленными сообщениями из обсерватории. Ну и с комментариями астрономов о якобы приближающихся марсианских объектах. Уже после двух часов начала трансляции в штате Нью-Джерси поднялась невероятная паника. На дорогах теснились машины, рейсовые автобусы занимались боем. Вот как я смогла напугать людей. И чем все закончилось? Только через несколько часов удалось ликвидировать панику. Но в наше время газетную рутку запускают гораздо чаще, чтобы увеличить тираж своих изданий. Ну, или в других целях. До свидания! Я бы пошел учиться над журналиста. Не были ли это работенка? Как там говорил в свое время Маяковский? Нам бы работенку эту дело тихое и нету чище. Не то, что по кузницам отмахивать ручище. Сиди себе в редакции в беленькой сорочке и гони строчки. Нагнал, расставил запятые точки, подписался, подкопись за корючку. И готово! Получил подсрочные и ленивые ивы, склоняясь над кружкой. Дуй пиво. Но тут ты, братец, не прав. Не такая уж и безвредная и легкая работа у журналистов. И порой, чтобы собрать хороший материальчик, приходится много и усердно работать. Владимир Маяковский хорошо об этом знал, поэтому и написал такие строки. «Если встретите человека, беременного, худющего, худей, чем газетный лист, умозаключайте смело, или редактор, или журналист». «Я знаю, что журналистов, да и многим другим иногда приходят заниматься очень опасно, а нередко им повседать грязным делом». «А я еще в кино видел, как люди специально подстраивают других, чтобы спровоцировать человека на разные глупые поступки, заснять, а затем продать снимки». «Вот ты удивил, так удивил!» «Да, это же обычное шоу со скрытой камерой». «Да, журналистам быть нелегко, зато очень интересно. Они порой встречаются с такими известными людьми, о которых другие просто мечтают». «На днях я был в редакции и запрел в один из кабинетов. То, что я там услышал, повергло меня в шок. По лосам загорелось!» «Ну почему-то никто не кинулся тушить пожар. Дальше все происходило еще более интереснее». «Борис Сергеевич, сегодня получим кусок Кирильштейна». «Боже мой, что случилось с бедолагой, что его кусками доставляют?» «Корабль склишировали! Я думаю, его нужно утопить в подвале». «В подвале? Целый корабль?» «Борис Сергеевич, что будем делать с Бутаровичем?» «Да, уже устарел. Разобрать его?» «Разобрать человека? Какой ужас!» «Вот еще что! Щеклова опять не натравили!» «Опять? Значит, это уже не в первый раз? Ну хотя бы уж сразу?» «А так все в порядке. К Крушинскому отрубили хвост. Думаю, еще придется его сегодня зарезать». «Недослушав телефонного разговора, я решил, что там готовится целый заговор и опасаюсь, что так и до меня может дойти очередь. Бросился прочь». «Да, а такой безветный голова действительно может пойти с другом. Но на самом деле ничего страшного не произошло. Просто журналисты использовали свою терминологию, немножко устаревшую в наше время. Ведь утопить в подвале – это значит поместить материал в нижней части газетной страницы. Резать, а также рубить хвосты – значит сокращать материал. А полосы могут гореть и сегодня, если не хватает материала или его нужно срочно заменить». «Ну вот, наше путешествие и завершилось. Вам понравилось оно?» «Да!» «Ребят, а что у вас осталось о нем на память?» «Ой, а это откуда? Она, кажется, серебряная!» «Ну-ка, что тут написано? Тысяча, тысяча, пятьдесят, тридцать восьмой год. Нет, серебряная!» «Настоящая серебряная монета!» «А именуется она газете!» «Именно за такую сумму жители Венецианской республики могли приобрести листок новостей, которыми снабжали специальное бюро». «Ну а в других странах газета называется как журнал, что на нашем ежедневник или дневник». «А у нас в школе тоже газета есть. Звонок называется. Только я не знаю, давно ли она создана?» «Газета была основана в 1996 году, и первым основателем был ученик нашей школы, Ярослав Конис, который сейчас успешно работает на латвийском телевидении. «Кто в трамвае, как акула, отвратительно зевает, То зевает, друг читатель, Но скучнейшую газетой, Он живет ее в трамвае, дома, в бане и на службе, В ресторанах и в экспрессе, и в отдельном кабинете». «Каждый день спевает в строчке, Он умеет и умеет, Если автор глуп, умеет, Если уронится, он умеет, Но порою, друг читатель, Главной мотает словно, И ругает, как извозчик, современные газеты». «Друг читатель, не ругайся, Вынька зеркальца складное, Видишь, в нем славяще меркнет, Кто-то хмурый и безликий, Прочитай в глазах, плетелках, Многоль мыслей, смеха, сердца, Не брони же, друг читатель, Современные газеты». «Нудаки, Санкт-Петербурга» КОНЕЦ КОНЕЦ